Привет, интернет! Сразу хотелось бы извиниться за долгое отсутствие видео. Я был занят своими проектами, но про вас при этом не забыл. У меня для вас новости. Как бы странно это не звучало, да, в новостной рубрике у меня есть новости, но они касаются больше канала. Во-первых, ко мне пришел смартфон Rosso HZ, да, это Poco X3. Отдельного видеообзора по нему не обещаю, распаковку тоже не вижу смысла снимать. Уже куча на YouTube видеороликов о нем, не знаю, что прям оригинального сказать. Однако телефон напичкан кучей интересных технологий, и о них мы поговорим с вами в рамках рубрики «Что внутри вашего гаджета?». Также, как вы могли заметить, мы переехали в новую студию. Но самый главный прикол, что здесь пока нет интернета. Да, я видеоблогер, который отключен от глобальной сети, черт возьми. Но зато здесь очень круто, уютно и красиво, поэтому давайте, если мы наберем под этим видео 5000 лайков, то обязательно я запилю рум-тур. Поверьте, тут есть о чем рассказать и что вам показать. В-третьих, рубрика MadNews снова переезжает на основной канал. Да, я думал, что перенеся рубрику на второй канал, мне будет полегче, новости будут выходить гораздо чаще. Ну и это разгрузит основной канал, потому что я считал, что новости как-то мешали мне, отвлекали от моего основного контента. Но, как оказалось, это вообще ни хрена меня не мотивирует. И в итоге я забил на второй канал, там вышло одно видео, и я, наверное, не буду это продолжать. И на основном канале, считайте, тоже почти месяц не было видосов. Я обещаю исправиться в ближайшее время, и MadNews будет выходить на СМВ каждую неделю. В общем, сорян за такое долгое вступление, так что давайте я передам голос мне закадровому, который прочитает все новости, которые накопились за последнее время. Они даже не очень-то и новые, по идее, это старости. Но, тем не менее, это те события, которыми я был впечатлен за то время, пока не было новостей на основном канале. И я хочу поделиться с вами своим мнением о некоторых инфоповодах. В общем, поехали! Во-первых, меня очень интересует тема консольных войн, в частности, куда катится Sony. Они презентовали мировые цены на PlayStation 5, и выяснилось, что их базовая модель без CD-привода будет стоить на 100 баксов дороже, чем Xbox Series X. Многие их, в кавычках, эксклюзивы, что показали на презентации, носят временный характер. Плюс к тому, в российском PS Store начали подниматься цены. Многие ААА-тайтлы, такие как Sekiro, Shadows Die Twice, Skyrim, Avengers... Кстати, полная шляпа, пожалел, что купил. Final Fantasy VII и многие другие теперь стоят 5000 рублей, при том, что цена в долларах и евро на них никак не поменялась. Вы спросите, а какого чёрта ты из Казахстана обещаешь про российские цены? А дело в том, что в PSN нет Казахстана, и мы покупаем по российским ценам. И повышение это отразилось конкретно на мне. В общей сложности подорожало свыше 800 игр от таких издателей, как Square Enix, Activision, THQ Nordic, Electronic Arts и Ubisoft. Некоторые геймерские издания говорят, что это связано с тем, что в эти игры завезли поддержку 5K разрешения, но это не точно. Тем временем, Microsoft объявила о рекордном спросе на Xbox Series X и Xbox Series S, которые уже доступны для предзаказа по всему миру, а в Японии у американской консоли полный солд-аут. И майки в этом поколении, особенно в наших странах, имеют больше шансов на успех. Во-первых, потому что их консоль без CD-привода дешевле, а во-вторых, они выкупили Bethesda, разработчика таких франшиз, как Fallout, Wolfenstein, Doom и прочих. Открытым остается один важный вопрос. Будут ли новые игры-беседки эксклюзивами Xbox? Основатель Bethesda уже заявил, что Sony не получит то, что принадлежит Microsoft. Тут одно из двух. Либо Microsoft полностью заберут все игры для своего Xbox на эксклюзивной основе, либо игры в PSN очень сильно подорожают. Ну, либо есть третий вариант. Все игры студии станут доступны эксклюзивно для обладателей Xbox Game Pass, что послужит еще одним триггером для покупки X-коробки. Вообще, меня очень радует, как в этом поколении Xbox поступают со своей маркетинговой политикой. Запилил, например, недавно их Фил Спенсер. Вот такой вот видос для своего TikTok. Просто эпичный. Давайте посмотрим несколько секунд. No, that's not it. Nope, that's not it either. No, no, no. Nope, nope, nope. No, that's not it either. One sec. Ah, here we go. Or should it be a cool video of the Xbox Series X? Let us know what you think in the comments and like for part two. То есть, понимаете разницу, да? Пока PlayStation на серьезных щах и с пафосом подают своим фанатам свою эту громоздкую консоль, Xbox строит в медийном пространстве себя образ таких в доску своих пацанов. Ну и, конечно же, рынок ответит им колоссальными продажами. Ну и как не обсудить размер PS5? Эта башня с оком Саурона будет самой большой консолью в истории. Она даже больше всех своих предшественников и даже есть офигенные мемасы, которые позволяют оценить размер консоли. Это я все к чему. Пока консоли не вышли в продажу. Но уже интересно наблюдать за тем, что происходит. Еще интереснее будет наблюдать за браком первых партий консолей. Еще ни разу первые ревизии не выходили без проблем. Геймеры до сих пор с содроганием вспоминают Красное кольцо смерти на Xbox 360 и Синий огонь смерти у PS4. Вторая новость, что меня поразила и которой почему-то не так много внимания уделяют в СМИ, это то, что NVIDIA купила ARM. Слияние компаний займет около 18 месяцев и может привести к серьезному переделу всего IT-рынка. Почему? Дело в том, что японско-американская ARM не только разрабатывает чипы для мобильных устройств, которые используются в смартфонах, телевизорах, мультимедиа-приставках, в некоторой бытовой технике, но еще ARM владеет патентами. NVIDIA же разрабатывает видеокарты для десктопных ПК и платит Royalty ARM за эти патенты, а суммы это не маленькие. После покупки NVIDIA не только перестанет платить за эти патенты, но и начнет собирать деньги с остальных производителей мобильных процессоров. И тут они вольны поступать как захотят сами. Могут на изи поднять плату и тогда все мобильные процессоры, а как следствие и смартфоны в мире подорожают. Компания пока заявляет, что ничем подобным заниматься не намерена, но в будущем почему бы и да. К тому же NVIDIA это настоящая заноза в заднице у Qualcomm, Samsung и Apple. Для яблочной компании особенно, ведь они до сих пор используют только видеокарты AMD. Потому что NVIDIA пыталась заставить Apple согласиться на их фиктивную схему лицензирования Kepler. NVIDIA задолбала судебными тяжбами Qualcomm и Samsung, и покупка патентов ARM может по рукам и ногам связать разработки этих компаний в области мобильного железа. NVIDIA в будущем может стать кукловодом, который дергает за патентные ниточки и повелевает всем, что можно делать, а что нельзя. Так и до искусственного замедления прогресса недалеко, ведь они вполне могут выпустить свой мобильный процессор с самыми передовыми технологиями, а остальным дать лицензии на эти патенты только через год, либо взвинтить цены на лицензионные отчисления. Сейчас каждый производитель мобильных процессоров платит компании ARM около 2% от стоимости каждой микросхемы, однако размер Royalty значительно отличается, для более новых версий он выше, а для устаревших дешевеет. Причем если лицензиант хочет не просто покупать право использовать готовые к производству чипы, а создавать на базе архитектуры ARM свои собственные процессоры, то стоимость такого контракта становится еще больше. Безусловно, нам стоит ждать расширения модельного ряда процессоров NVIDIA. В частности, лично я очень жду продолжения их мобильного хита. Если вы не помните, то последний раз NVIDIA выпускала мобильный чип в 2016 году. Это был Tegra X2 Parker. Вот, даже запомнил, представляете? Но это было не такое массовое решение, это был чип для автомобилей. Они на его основе строили свой автопилот. Однако в 2015 году вышел Tegra X1, который был еще более-менее массовым. Например, его можно встретить в Nintendo Switch. Также он стоял в NVIDIA Shield консоль и в планшете Google Pixel C. Помните такой? Покупка ARM может не только дать второй шанс компании на поприще мобильных устройств, но еще и вывести их видеокарты на концептуально новый уровень энергоэффективности и компактности. 30 сентября Google выпустит два новых смартфона. Pixel 5 по цене от 700 баксов и Pixel 4a 5G за 500 долларов. То есть пятерка будет дешевле, чем четверка на старте и внешне будет очень похожа на 4a, по крайней мере спереди. Оставят только аккуратную челку для фронталки в углу экрана. Смартфоны можно будет заказать в день презентации 30 сентября, а получить на руки чуть позже. 15 октября Pixel 5 и 19 4a 5G. Что ж по характеристикам, вот тут-то самое интересное и начинается. Pixel 5 получит, согласно последним утечкам, все то, что не хватало четверки. Объемный аккумулятор на 4000 мАч, ширик на 16 мегапикселей, 12-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронталку, 8 гигов оперативки, 90-герцовый экран, пластиковый корпус со сканером отпечатков пальцев сзади. Это, конечно, не круто, но все равно окей. Вопросы же у меня возникают только к процессору. Все больше утечек говорит о том, что будет Snapdragon 765G за каким-то хреном. Возможно, Google выпустит еще и 5XL по традиции, но он, в отличие от пятерки, может быть и дороже, и с флагманским процессором. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, добавляйте ролик в избранное, делитесь им в социальных сетях. Всем спасибо за внимание. Покедова.